Диагностическое исследование 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 Но стриктур мочеточника, одного из самых грозных осложнений при применении различных агентов эндоскопически в полость верхних мочевых путей, обратите внимание, 44%. Да, неплохое фармакогенетическое исследование подтвердило, что эффективная концентрация препарата достигается в пределах первых двух часов, а затем к шести часам субтоксические концентрации препарата обнаруживаются в крови, но тем не менее вот такое грозное осложнение, и с этим мы бороться не можем. Надофараген фироденовек. Это генетически модифицированный препарат на основе аденовируса с низкой репликацией, который несет на своей поверхности интерферон альфа-2b. И вот в рамках мультицитрового открытого исследования третьей фазы 151 пациент получили этот препарат внутрипузырно раз в три месяца. Две когорты исследовалось. Вы видите, среди когорты ин-ситу с наличием карцинома ин-ситу полная ремиссия у 53% пациентов, продолжающаяся в течение 12 месяцев у 45%. Напомню, у этой категории пациентов пембролизумаб эффективность у пациентов с BCG-рефракторных с карциномой ин-ситу 41% эффективность пембролизумаба и 19% только поддерживают эту ремиссию в течение 12 месяцев. У категории больных с наличием папиллярных опухолей high-grade вы видите, что 50% больных живы на протяжении почти 30 месяцев. Следующий препарат человеческий интерликин 15 суперорганист N803 одновременно с BCG-терапией при BCG-рефракторном немышечно-инвоземном раке мчевого пузыря. Похожий дизайн исследования когорта карцинома ин-ситу 83% полных ремиссий 71%. Из них полных ремиссий в течение 12 месяцев 12%. При наличии папиллярной опухоли Т1 или ТА с high-grade, обратите внимание, медиана выживаемости без прогрессирования составила 23,6 месяца. Возможно, эти препараты найдут свое отражение в клинической практике ближайшего будущего. Радикальная нефротеректомия против трансуретральной резекции при опухолях верхних мочевых путей единственной почки. Более 2000 пациентов проанализировано, 1839 нефротеректомия и 249 трансуретральных резекций при опухолях единственной почки. При исходных сходных характеристиках в обеих группах, обратите внимание, результаты общей выживаемости оставались стабильны, оставались одинаковы. Возможно, в нашей будущей клинической практике это укажет нам на то, что мы большее число больных подвергаем органу, уносящих операций, выполняем операции, обрекаем пациентов на заместительную почечную терапию. Возможно, нам надо расширить показания для эндоскопических вмешательств также у больных при наличии двух функционирующих почек. Заканчивая тему рака верхних мочевых путей, представлены окончательные результаты многоцентрового исследования в рамках второй фазы гемцитабин и цисплатин в качестве неодюванта у больных с уротелиальным раком верхних мочевых путей. 57% пациентов включено в исследование, вы видите частота объективного ответа 63%, медиана наблюдения 42 месяца, двух- и пятилетняя общая выживаемость 93,79%. Согласитесь, цифра значительно выше, чем при изолированном хирургическом лечении, что также, возможно, изменит нашу клиническую практику в отношении неодювантной терапии. Далее, несколько слов в пользу незаслуженно ограниченного применения тримодального подхода. Более 2000 пациентов, 2048 пациентов с местно распространенным и локализованным мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря при медиане наблюдения 29 месяцев, вы видите 1812 неодювантной терапии радикальной цистектомии и 236 пациентов подвергнуты тримодальной терапии. Общая выживаемость достоверно не различалась. Давайте расширять показания к органосохраняющему лечению. Аналогичное исследование также в сравнительной эффективности тримодального подхода и радикальной цистектомии, преимущественно инвазивным раком мочевого пузыря. 703 пациента, многоцентровое исследование, вы видите уротелиальный рак Т2-Т4 без признаков отдаленного регионального метастазирования. Опять больше цистектомии, 421 против 282 с сохранением мочевого пузыря. Но для того, чтобы сбалансировать этих пациентов, все-таки включали больных с солитарными опухолями менее 7 см, отсутствием или наличием одностороннего гидронефроза и отсутствием карцинома инситу. И обратите внимание, выживаемость без прогрессирования была практически, была лучше с небольшой статистической неточностью в пользу тримодального подхода. Дальше. Пятилетняя общая выживаемость оказалась статистически значимой в пользу тримодального подхода. Далее. Если у больных после тримодальной терапии диагностировали рецидив заболевания и им выполняли цистектомию, выживаемость без прогрессирования у них была такой же, как у больных, которым не выполняли цистектомию. И уж совсем интересно, что сходные выживаемости без прогрессирования были одинаковы только в группе больных радикальная цистектомия плюс неодювант против тримодального подхода. Следующие исследователи попытались распределить больных на хирургическое лечение, на органоуносящее и органосохраняющее лечение в зависимости от ответа на неодювантную терапию. 138 больных включили в исследование, 128 из них получили неодювантную терапию. И вы видите, в случае диагностирования полной ремиссии болезни больным выполнялось только химиолучевое лечение. При отсутствии полных ремиссий больным выполнялась цистектомия. 10 пациентов, отказавшихся от цистектомии, были включены также в химиолучевую терапию. И обратите внимание, трехлетняя безметастатическая выживаемость 70% тримодальный подход, 65% цистектомия. Следующей группой авторов разработан и предложен клинической практике калькулятор вероятности метастатического поражения лимфатических узлов при выполнении радикальной цистектомии, сходной с теми калькуляторами, которые мы с вами используем при планировании радикальной простатектомии. 903 пациента, 6% метастазы в лимфоузлах, медиана количества удаленных лимфоузлов приличное, 19. Эффективность модели соответствовала 73%. Если мы будем учитывать перед выполнением лимфоденоктомии такие факторы, как возраст, категорию С, категорию Н, наличие лимфовоскулярной инвазии, карцинома инситу, с вами 12 лимфодисекций мы выполним зря, а если мы и у 3% больных, мы не выполним лимфодисекцию при наличии метастазов в лимфатических узлах. Интересное генетическое исследование было представлено на конгрессе АСКО в этом году. Пациенты с наличием мутаций, значит, исследовались мутации АТМ, РБ1 и РСС у больше, чем 100 больных, 56,49, 105 человек. И наличие этих мутаций, то есть высокая экспрессия вот этой мутационной активности в этих генах коррелировала с количеством полных ремиссий, которые мы получим в результате неодювантной терапии. Кроме того, вы видите, что наличие мутации в этих генах было сопряжено с увеличением как общей, так и выживаемости без прогрессирования, и таким самым, наверное, обнаруживая эти мутации, мы будем планировать неодювантную терапию и отбирать больных для органосохраняющего лечения. Извините, напомню, что в течение 20 лет благодаря этим исследованиям мы с вами применяем неодювантную терапию, поскольку и в отношении обнаружения полных ремиссий, и в отношении общей выживаемости, конечно, предпочтение отдается в пользу комбинированной терапии, то есть неодювант и затем цистектомия. И также мы с вами знаем, что в сравнительных исследованиях по изучению гемцитабина с цисплатином и МВАК в общем-то различий достоверных получено не было. Однако вот эти два исследования продемонстрировали, что МВАК оказалось в первом исследовании эффективнее в отношении уменьшения опухолевой инвазии до немышечно-инвазивного опухолевого процесса, а следующее исследование показало чуть лучшую трехлетнюю безрецидивную выживаемость, применяя МВАК, чем гемцитабин с цисплатином, а также количество полных ответов и количество уменьшения размера инвазии опухоли до немышечно-инвазивной фазы также было выше в результате применения сниженных доз МВАК. Несколько работ было посвящено добавлению иммуно-онкологического препарата к хорошо нам известной схеме гемцитабин с цисплатином, и вы видите пембролизумаб, пембролизумаб, неволумаб, дурволумаб и отезолизумаб. Обратите внимание, что добавление иммуно-онкологических препаратов не привело к увеличению количества полных ответов, таким образом я бы не рекомендовала добавление иммунопрепаратов в качестве неодювантного агента. Что делать тем больным, которым цисплатин противопоказан? Этих больных включали в исследование по неодювантной иммунотерапии, и обратите внимание, все препараты показали примерно схожее количество полных ответов, и на сводной таблице я продемонстрировала, что все-таки иммунотерапия без препаратов платины может иметь место в качестве неодюванта у пациентов, которым противопоказан цисплатин. С удовольствием мы наблюдаем за исследованием Checkmate 274, это уже адювантная терапия, неволумаб в качестве адювантной терапии, и по-прежнему при уже наблюдательном исследовании мы видим, что применение неволумаба оправдано у всех категорий больных, у всех подгрупп больных, как при наличии педель положительной экспрессии, так и при отсутствии ее, и достаточно низкий уровень нежелательных явлений. Тоже интересное исследование генетическое. На 80-49 пациентов их распределили на две группы. Наблюдательное исследование, иммунотерапия в первой линии при наличии противопоказаний к цисплатину, и 542 пациента, которые получили химиотерапию при метастатическом уротелиальном раке. У этих пациентов изучалось мутации более чем в 20 генах, и было продемонстрировано, что если вот этот мутационный опухолевый индекс, принятый за 10 условных единиц, был равен 10 или более, то есть высокая мутационная нагрузка, у этих пациентов в первой линии лучше работала иммунотерапия. А пациенты, у которых опухолевая нагрузка, мутационный индекс был низким, у этой категории больных лучше работала в первой линии химиотерапия. Пембролизумаб с линвотенибом. Нет, это не слайд из презентации Алексея Сергеевича. Это пембролизумаб и линвотениб у больных при распространенном уротелиальном раке в первой линии. И вы видите, что добавление мультикиназного ингибитора никаким образом не повлияло на результаты невыживаемости без прогрессирования, не на общую выживаемость, но значительно увеличило токсичность. Ну и несколько слов о тех препаратах, на которые мы сейчас особые надежды возлагаем. Я бы не хотела останавливаться на этих исследованиях, потому что они были прекрасно освещены моими коллегами на секционных и на сателлитных заседаниях. Так вот, энфортумаб-витадин с пембролизумабом против энфортумаба-витадина у больных с местно распространенным раком в первой линии лечения при наличии противопоказаний к цисплатину. Вы видите, что как частота объективного ответа, так и количество полных ремиссий, частичных ремиссий, вообще степень контроля за болезнью была значительно выше на фоне применения комбинированной терапии, чем на монорежиме. И вы видите, что как безрецидивная выживаемость 12-месячный барьер преодолела 55% против 35% пациентов в отношении общей выживаемости, 80% против 70% пациентов. Все мы любим с вами исследование Javelin Bladder 100, которое открыло для наших пациентов и для нас новые горизонты, но сейчас перед нами стоит вопрос в отношении, что же делать дальше с этими больными, которые перестали получать авилумаб или вследствие токсичности, или вследствие прогрессирования болезни. И вот результаты этого исследования представлены были в этом году. Вы видите, что прекратили получать авилумаб без второй линии терапии, вообще без какой-либо терапии. 122 пациента прекратили авилумаб и получили любую другую терапию. Или речеллендж на основе препаратов платины, когда был достаточно длительный бесплатиновый промежуток. Только вот, медиана общей выживаемости была одинаковой во всех подгруппах, независимо от наличия второй линии лечения, или независимо от препарата, применяемого во второй линии лечения. Тоже самая интересная судьба пациентов, которые не получили авилумаб. Вы видите, что препаратом выбора были ингибиторы PD-1, PD-L1. И тем не менее, показатель общей выживаемости не превысило известных нам ранее по предыдущим исследованиям 16,5%. И все-таки авилумаб рулит. Эрдофетиниб при местно распространенном и метастатическом раке, это уже результаты более длительного наблюдения. Вы видите, при медиане 24 месяца. Частота объективного ответа сохраняется на уровне 40%. Выживаемость без прогрессирования 5,5%. Общая выживаемость 11,3 месяца. Но, обратите внимание, нежелательное явление грейд 3,4% 72%. Медиана, что у нас с вами впереди, это наше будущее. Медиана без рецидивной выживаемости 5,4% против 10,9 месяцев. Максимальная эффективность энфортумаб-Вит-1 во второй линии лекарственного лечения с медианой общей выживаемости 14,7 месяца при, в общем, относительно приемлемой токсичности. Ну и вот сравнительное исследование, этот единственный препарат, который изучался в рандомизированном исследовании третьей фазы в сравнительном анализе, и тоже, вы знаете, показал значимое преимущество против применяемых нами сейчас в клинической практике венфлюнина или препаратов токсанного ряда с более чем в два раза увеличенной частотой объективного ответа и, в общем-то, приличной переносимости. Конечно, у меня нет и толики тех возможностей, которые были у Николы Тесла, и тем не менее, мне хотелось расставить акценты так, чтобы это каким-то образом имело в будущем отношение к вашей клинической практике в отношении увеличения продолжительности жизни наших больных. Спасибо за внимание.